александр ходоровский наставление для мутантов невидимый мост невидимый мост 4 что значит реализоваться через трансперсональное не слишком ли злоупотребляют этим словом это не пустословие это полезная конструкция то что мы понимаем под персональным соотносится с поведением когда человек уходит в себя анализирует все пропуская только через себя трансперсональный означает факт принятия другого человека значит что мы воспринимаем мир это что нас окружает принимаем принимая во внимание факт существования других людей следуя по этому пути мы должны в конце концов прийти к двуполному мышлению если ты коллективный человек ты вначале подумаешь как испанец потом как человек а затем как житель земли в идеале мы должны думать не испытывая давление национальности пола и солнечной системы можно ли надеяться что однажды мы реализуемся это ловушка потому что никто не может достичь полной реализации что такое реализоваться человек идет вперед как может например сегодня я целый день писал техно отцы сценарий к серии комиксов и мне это нравится я счастлив потому что должен потому что доволен написанной мной сценой я в эйфории потому что творю несмотря на то что эта история для детей и подростков она очаровательна и каждое утро я пишу стихотворение из 4 5 строк на больше у меня не хватает времени это те маленькие действия из которых состоит моя жизнь и мне они нравятся заброшенная комната дом без хозяина пустота следит за моими словами словно слепой нашедший сокровища в помойке я позволяю я позволяю зиме уйти не благодаря меня то что я тебе дал было предназначено только тебе я не хочу чтобы ты любил меня я хочу чтобы ты любил у пожаров нет хозяина я послушал вас и у меня создалось впечатление что счастье заключается просто в умении посмотреть на мир под определенным углом это не вопрос восприятия счастье это быть самим собой когда ты продвигаешься вперед ты ощущаешь свою целостность речь идет не об определении границ реальности если мы говорим я хотел бы знать мы создаем иллюзию что у нас есть я которая мы знаем а речь не об этом со времен классической древности нам хорошо известно выражение познай самого себя но в действительности она достаточно непонятное люди думают будто я это означает что они должны отправиться на поиски себя в действительности когда мы говорим познай самого себя надо понимать под собой вселенную вселенная познает саму себя познай себя говорит вселенная если бы эти слова произносил бог то познай самого себя означало бы познай меня осторожно не надо думать ты это я я это ты в действительности ты не я но я это ты великие ученые полагают что нужно научиться мирной смерти но для этого необходимо совершить все это путешествие да конечно жизнь учит как умереть в мире китайцы называли это играть смерть умирание это такой же процесс как взросление когда человек постепенно превращается из ребенка в подростка волосы гормоны ты переживаешь изменения продвигаешься вперед по жизни и вот уже появилась старость это еще один период волосы сидеют зубы желтеют если ты борешься против старости то будешь стареть с грустью если борешься против наступления пубертантного периода получишь травму в определенный момент мы все вступаем в процесс смерти который можно и нужно пережить так же как все предыдущие изменения смерть это всего лишь состояние никто не умер никто не умирает все мы войдем в процесс смерти и самое чудесное что мы примем его с тем же спокойствием с каким входили в подростковый период или в зрелые годы вот я думаю все мы получили большую пользу сейчас вообще я ну он говорит как я тут нет ни одного какого-то предположения которые бы я не предполагал сегодня 16 августа тысяча две тысячи двадцать второго года лето на нашем календаре написано что сегодняшнее странствие окажется интересным что-то в этом роде у нас там есть отрывной календарь вот и меня действительно предстоит странствие сегодня я возвращаюсь самару у меня в самаре будет четверг а в пятницу я поеду на фестиваль flow camp который я надеюсь пройдет со всем блеском и для которых я надеюсь сделать много хорошего видео вот для этого мне нужно собрать сумку с моей камерой и не хочу забирать отсюда много вещей хочу пользоваться вещами которые есть у меня в самаре вот мне немного грустно уезжать из моего любимого города потому что я как-то не насладился им прошлой неделе я но в понедельник спал потом три дня я как-то никак не мог выйти из дома что тут зависал с этими видео которые снял в нижнем нового городе все время находился в общем какую-нибудь работу и не проводил время достаточно плодотворно мне кажется ну и сегодняшнее утро тоже я не знаю как сказать очень быстро пробегает время уже полдень а проснулся я буквально в шесть потом я еще поспал час я сегодня отсыпался я хотел еще разок погулять по питеру этой ночью но у меня уже не хватало сил потому что предыдущую ночь я спал три часа и потом мы весь день провели на пляже где я не отдохну потому что земля там была холодная и вода была холодная ну время пролетело я немного поспал по дороге назад в поезде это бесценно спать когда ты движешься планете на поезде или на машине и при этом слушать музыку какой-нибудь у нас тут пахнет немного у нас тут попахивает смертью потому что заболел кот о искандара кота зовут бьерн кстати вот и кот у него что-то с почками и вчера стало известно что на лечение нужно 150 тысяч вот и искандар планирует входить в долги за своего кота а я начал этот день но довольно мудро то есть вот то что я сейчас читал на самом деле я уже утром начала размышлять об этом я пытался как-то утешить искандара и начал ему говорить о том что все огни огонь и все коты котик все котики один котик и все люди один человек и что и при жизни мы социальные существа и при жизни в теле вот а потом мы продолжаем существовать в этом человеческом сознании общий человек по общем человеке более широком сознании чем но вот это общее человечество которое в данный момент живет и у меня лично такое ощущение что я буду вечно жить со своими желаниями потому что я есть истинное желание я все состою и желаний и просто я плохо реализую свое желание но иногда я выхожу нам достаточно продуктивные какие-то периоды и разгоняю вот этот свой я эта дорога иногда я довольно прямая дорога и я путешествую по этой дороге довольно быстро к тому чтобы реализовывать не только самостранстве но и пункт назначения потому что он все равно есть несмотря на то что мне очень интересно гулять все равно нужно чувствовать то ради чего ты гуляешь и куда ты идешь вот и для меня все это создание своего фильма и этот я недавно вот пытался поступить в школу и несмотря на то что я не делаю такой фильм о котором я мечтал в детстве вот знаете вот эту вот форма фильма который я иногда иду и думаю о том что чтобы что форма фильма никогда не придет что через сто лет все равно будет форма фильма который мы знаем начало середины конец высказывание ну то есть фильм все равно останется фильмом даже через сто лет и я думаю что не стоит раскрывать что такое форма фильма для меня потому что она в принципе для всех одинаково мы все примерно понимаем что такое целостное произведение вот и я вот к этому иду к тому что целостное произведение не обязательно должно быть полтора часовым ролики которыми я занимаюсь уже пять лет приносит мне большое удовольствие самому и недавно я вот монтировал его и понял что я сейчас занимаюсь таким высказыванием которые лично мое я но вот как у чехова знаете краткость сестра таланта мне если честно но очень большое количество людей кажется очень скучными например один чувак который мне вчера позвонил или другой есть какие-то моменты которые которые они мне нравятся по каким-либо причинам иногда ну просто нравится смотреть человека но в принципе большинство людей кажется мне скучными очень часто и и я не скрываю того что мне с ними скучно ну я так делал например вчера вечером при одном телефонном разговоре который как раз и довел меня да вот того состояния что просто здесь вырубиться наконец-то потому что у меня теперь новая ложа это вот просто без кровати но это рейки вот эти и матрас так что мне очень удобно наконец-то спать в моей комнате потому что предыдущий матрас был он продавленный ну и он грязный я вообще от него с удовольствием избавился но мало ли может быть гостевой матрас вот я около стенки его поставил в общем я сегодня выспался я спал наверное с 12 до 6 20 то есть это ну я между круто что я первую часть ночи до 12 наверно даже застал поэтому мне мне сказал что я выспался у меня такое тяжелое состояние ну потому что я ощущаю что впереди вот это все какие-то вещи которые надо будет решать сейчас меня будет решиться вот своей сумкой ну так вот я начал с мудрости свое утро потому что я пытался утешить искандера что все котики котик все люди один человек конечно вот что касается меня вот эти все мы вот я сейчас читала и больше всего меня задела идея что мое сознание в конце концов должно быть растворено это тот самый дар который я приношу в общий океан вот я никогда раньше об этом не задумывался мне так оказалось что и мое сознание это вот мною накопленный опыт характер который я отточил вот что вот здесь я только только начинаю действовать а дальше я буду бесконечно продолжать потому что я буду хотеть этого вот ну получается так что суть моего сознания в том чтобы усилить общую машину короче нет я я пока не готов к тому чтобы понять каково это растворить дать дать в дар свое сознание я конечно его дам в дар я буду участвовать в общем деле в общем движении общего человека но мне кажется самосознание меня как меня сохранится навсегда наверное там есть такие органы в теле вот этого супер человека которые которые ну складываются из каких-то основных цветов и мне кажется что я основной цвет который не может быть оттенком сейчас пока что я оттенок но суть в том что я приду к тому что быть основным цветом и меня уже ну мною можно будет кого-то растворить да но я останусь собой несмотря на то что я могу отдавать свой локальный цвет на то чтобы творить какие-то оттенки но от меня не убудет я так и останусь цветом я не вот кусочек краски который будет израсходован я цвет который всегда будет существовать который эта краска просто урожает вот в общем я рассказал ему про своих котиков сказал ему что вот можно попросить деньги в интернете через вот эти группы как мы собирали для ворона что бы сделал я на его месте вчера например я потерял очки когда нырял ну я пошел плавать на сапе и не справился с веслом не смог сделать длинное весло это было с трех это было с четырех до пяти и плавал с каким-то маленьким веслом и наклонялся и упал и очки утопил я там ходил и думал насколько мне важно иметь эти очки что на самом деле ну да я хотел бы другие очки а еще лучше я бы вообще не хотел никаких очков вот чего я хотел бы ну я ходил и думал о том что ну все таки озеро оно не так нужное как мне и все таки озеро мне их вернуло как и Волга вернула мне мои очки два года назад а в прошлом году не вернуло кстати вот это к тому что нам возвращают либо то что нам нужно либо то что нам нужнее вот самое главное сформулировать какое-то послание и это все вот про этого кота если бы у меня умирал кот стал бы я тратить сто пятьдесят тысяч на его лечение вот сейчас здесь сейчас когда у меня нет никакого кота и в принципе ну я не очень как бы тащусь от кошек вот в данный момент со всеми этими со всей этой шерстью запахом я не чувствую что мне необходимо какие бы то ни было кошки мне очень нравилось поиграть с собакой конечно на прошлой неделе но суть как раз в том что вот отсюда я бы не стал тратить на кота никакие деньги я бы облегчил ему уход я бы заплатил за то чтобы его усыпили чтобы он не мучился чем лечить его за беженые деньги и не факт что он выкарабкается проживет долгую жизнь после этого он так и будет болеть дальше мне кажется Искандер уже спасал его он выпрыгнул из окна он все время прыгает на вот на вот эту сетку москитную а однажды сетки москитной не было и он вылетел с пятого этажа и вот тогда уже Искандер его лечил в прошлом году но там была как бы внешняя причина теперь у него что-то с почками не знаю что за ему заменит почку что в общем отсюда здесь сейчас мне кажется что этих кошек так много они вон во дворе бегают буквально и никому не нужны можно осчастливить кого-то другого и уменьшить страдания здесь чем бороться за жизнь слабого существа ну вот это я хотел вам сказать но это довольно жестоко звучит поэтому я просто говорил о том что все котики котик и как мне было тяжело моего кота потерять ну не то чтобы тяжело как раз наоборот рассказывал о том что фильм был для меня важнее у меня такое ощущение что если ты делаешь что-то что чего-то стоит ты должен за это платить ну и ты всегда платишь так или иначе а иногда неосознанно платишь то есть когда вот кот у меня умер когда я снимал вот маленький курсовик свой и тогда это ощутил потому что на следующий день я нашел тот школьный костюм который долго искал вот ну вот знаете эту историю про одного иконописца из Самары у которого умерла жена и он перестал писать потому что он говорит что это из-за этого из-за того что он пишет ну вот он заплатил женой за свои гениальные иконы ну прям вот ну что ну кто такой как он кто такие пузыри золотые рисует на иконах да никто то есть он продолжает оставаться вот внутри традиции но при этом делает такие фантастические вещи он выходит за границы канона где канон является прям ну ну и иконопись понимаете да это сплошной канон а он справляется с тем чтобы этот канон устоявшийся и настолько жестокий канон он он его преображает конечно же у него конечно же за это нужно платить вот я о чем думаю о том что это конечно конечно может быть в какой-то момент и не надо будет платить но в какой-то момент и приходится платить но в какой-то момент и приходится платить у меня что ну еще духота такая в этой комнате сейчас соберу монатки и пойду потихоньку надо еще поесть эту книгу я нашел здесь в этой своей комнате вот в тумбочке как знаете некоторые находят всякие библии в мотелях я нашел книгу когда сюда въехал и я воспринимаю это никак иначе как чудо другое дело что да я прочитал мало за это время я очень много времени потратил зря на разговоры с поверхностными людьми и эти разговоры ни к чему не приводят я имею ввиду парней понимаете я уже давно это понял но продолжаю искать себе какого-то собеседника по жизни тут такое ощутилось ощущение что есть такие ребята которых я считаю гениями и они встречаются мне очень редко может быть последний раз это было в двадцатом году и вот этим летом я действительно встретил парня которым я восторгаюсь как именно его интеллектом и креативностью очень редко бывает потому что я наверное сам довольно умен и творческий и очень часто ну полно ребят которые круче меня но что-то мне не так часто встречаются что ли в общем я вот встретил одного такого и это взорвало мой фонтан в каком-то смысле ну пролилось очень много креативной энергии я кое-что тут написал и смонтировал в большом на большой скорости ну вот а потом просто опять начал хотел отвлечься от от него какими-то поверхностными чуваками ну на самом деле это было такое я буквально рыдал когда приехал мне было прям это было раскаяние раскаяние что провожу время с поверхностными людьми которые просто ничего не дают тратить тратить мое время в общем я который раз поговорил это теперь вот сюда и постараюсь короче реализовывать реализовывать какая замечательная книга конечно конечно а 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 Продолжение следует...